3 ноября главный редактор газеты «Байкальская Сибирь» Сергей Королёв направил обращение в прокуратуру города Иркутска с требованием наказать председателя Иркутской думы Евгения Стекачёва за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан. Королёв просит принять меры прокурорского реагирования, понудит Стекачёва всё же ответить на его письмо и привлечь думского председателя к административной ответственности как должностное лицо. Два месяца назад Королёв, будучи зарегистрированным кандидатом в депутаты Думы Иркутска по округу номер 16, обратился к Стекачёву, к временному на тот момент губернатору Кобзеву, к иркутскому городоначальнику Болотову и председателю Думской комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку депутату Юдину. Кандидат Королёв указывал на то, что при досрочном голосовании на выборах в Думу в городской избирательной комиссии есть признаки массового подкупа избирателей. Хотя выборы проходили по двум округам, по 16 и 10, но по 16 уже на третий день проголосовавших было 85 человек, а по 10 не было ни одного желающего проголосовать. По 10 округу, там тишь и благодать. Ни одного, вот 4 дня досрочного голосования, ни одного человека, хотя люди такие же иркутяне, соседний округ, 13 тысяч человек избирателей, ни одного человека не пришло со своей причиной, чтобы проголосовать досрочно. О чём это говорит? Я сегодня вот давал показания полиции, да, и я указывал, что этот факт, ну, необходимо просто проверить, да, вот, просто необходимо. А необходимо проверить, каким образом можно опросить всех тех, кто пришёл на избирательное участие. Лучше, конечно, с использованием детектора лжи, да, но почему бы нет, если мы не можем побороть вот такую напасть, да, что люди за деньги готовы, в общем-то, голосовать. В письменных обращениях к Стекачёву, Юдину, Болотову и Кобзеву Королёв сообщал очевидную необоснованность такого длительного срока для досрочного голосования. На выборах в Гордуму досрочка длилась 10 дней. Из них 8 в Горосбиркоме и 2 в участковых комиссиях. Кандидат рассказал о полицейских, которые в гражданской форме одежды находились на территории Горосбиркома. Цели присутствия правоохранителей были непонятны. Он просил у представителей власти не только приехать на место и оценить обстановку, но и спланировать правотворческие и законодательные инициативы, чтобы на будущее создать отпор беспределу. Ну, мы все, понимаете, не ждем этих честных выборов, потому что даже гарант Конституции не может обеспечить честных выборов. Но такого безобразия, как происходит это сегодня, я сама убедилась, с участием сотрудников полиции, но это просто недопустимо. Ну, как же мы будем жить лучше, когда мы не можем выбрать депутата, того, кто будет защищать наши права. И я такого депутата знаю, кандидата знаю. Те, за кого сегодня голосуют, они откровенно говорят, за кого голосуют. Ну, конечно же, будет свой бизнес защищать, свои личные интересы. Ну, там кошелечки-то такие, могучие. Почему именно сегодня голосуете? Так удобно. Ну, у нас есть единый день голосования 13-го числа. В тайге тоже уезжаете? А? В тайге тоже есть? А вы в тайгу уезжаете? Да. О, как. А вы молодой человек? Тоже в тайгу? Так, первая очередь была в отпуск все. А мужчина? В отпуск? В тайгу. В тайгу. Тоже в тайгу. Ни один из начальников, к которым письменно обращался Королёв, в город Забирком так и не приехал. Тем не менее, ответы на обращение предоставили все, кроме Стекачёва. За городоначальника ответил замруководитель аппарата Владимир Шабадоев, сообщив, что личное участие мэра города Иркутска в указанном месте, к сожалению, не представляется возможным. За временного губернатора Кобзева ответил Горизбирком, сотрудники которого даже не могли организовать социальную дистанцию среди избирателей и соблюдение масочного режима, связанных с пандемией. В довесок Королёв получил ответ и от губернаторского аппарата, и полиции. Горизбирком указал на то, что полномочий препятствовать подвозу у чиновников нет. Полиция отчитала, что сотрудники в гражданской форме следили за порядком, а аппарат губернатора в своем ответе привел цитаты выборного законодательства, не сделав ни одного вывода. Председатель комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку в Думе Иркутска Юдин сообщил, что направил письмо в Горизбирком для принятия мер по существу жалобы Королёва. Именно Юдина Королёв просил не только посмотреть, как проходит досрочное голосование, но и разобрать проблему на заседании Думской комиссии. Вот цитата из обращения Королёва к Юдину. В самое ближайшее время поставить вопрос о процедурах проведения досрочного голосования на обсуждение комиссии по муниципальному законодательству и правопорядку для разработки правотворческой или законодательной инициативы вплоть до полной ревизии этих процедур. В ответе Юдина нет ни слова о причинах того, почему нельзя обсудить эту проблему. Полицейские, на глазах которых подкупали избирателей, нарушали указы губернатора в части борьбы с пандемией, были озадачены лишь одним. Начальство, вероятно, поручило одному из стражей порядка сфотографировать документы пикетчика. У городского избиркома стоял мужчина с плакатом обращением к Кобзеву навести порядок на выборах. Но полицейский не смог подобрать оснований, чтобы проверить паспорт. После разъяснений со стороны группы поддержки пикетчика о незаконности действий полицейский удалился. Вы подозреваете меня? В чем? Нет. Почему тогда вы? А зачем паспорт-то спрашиваете? Почему вы у меня не спрашиваете паспорт? Я должен посмотреть у него. Почему у меня паспорт не спрашиваете? Я оставлю ее. Я пока сниму, когда посмотрю. Правда? Избирательно так. Я не так саму, что сказать. В принципе, почему-то. Я ничего не нарушаю. Это зачем вам на фамилии иметь? Именно будет. А что он подозрительный какой-то или что? Вам кто сказал, что одиночников надо проверять документы, а? А основание-то, что у нас запрещены одиночные суставы? Вы у него требуете. Без проблем. Норму закона обозначить. Вы объясняете, что я в одиночном пикете, я должен показать паспорт. Я вам еще раз говорю, мне нужно удостоверить вашу личность. Почему? Я что-то подозреваемый. Он что-то украл. Пориентировки подходят. Подождите, подождите, молодой человек. Вот я что вам хочу сказать. Есть законы милиции. Вы представитель власти. Если вы требуете исполнения какого-то требования, вы должны сослаться на норму закона, в соответствии с которой вы требуете предъявить удостоверение личности. В данном случае паспорт. Сошлитесь на эту норму, фотографируйте. Да, уж тем более сфотографируйте. Соответствует ли она ситуации. И в этом случае человек может вам предъявить паспорт. По итогам голосования по избирательному округу номер 16 депутатом стал Единоросс Алексей Гришилов, а по избирательному округу номер 10 Максим Булдаков. Оба представители строительных организаций. О сложном просто разложим все по полочкам. Честно и только от проверенных источников информации. О сути событий и настоящих причинах региональных проблем. Мы не молчали, не молчите и вы. Смотрите нас обязательно. Каждое воскресенье в прямом эфире.